На нашем веку уже не первые выборы. Не послезли. Надеюсь, не послезли. И каждый раз мы здесь спорим. Ну, понятно, что спори рождается истина. Но эти наши споры говорят о том, что вопрос, конечно, непростой. Ну, что ясно, вроде бы, как ясно. Ну, понятно, что в разных выборах кто победит? Класс Буржазии. Это, получается, игра на чужом поле. Чужую игру по чужим правилам, где всегда мы проиграем. Поэтому, надеюсь, среди нас нет таких наивных. А это самое мягкое, что я говорю, что это наивность, что можно победить на каких-то буржазных выборах. Неважно, какие. Президентские или парламентские. Это первое. Второе. Вот, когда ставят вопрос, Иван Михайлович, был поставлен вопрос, а что говорит рабочим? За кого голосовать? Я думаю, мы ответом прямым, что голосуют за того-то или того-то, вводим заблуждение рабочих. Почему? Я ради дискуссии несколько заструю ситуацию. Ну, предположим, в наших президентских выборах, которые будут не наши, в разных президентских выборах, был бы кандидат от РОП фронта. Хорошо, в Лисицын с киски попало. Я даже ради дискуссии скажу, что предположу, что в силу каких-то обстоятельств непонятно, там, рабочая партия России вдруг выдвинула кандидата, и был бы этот кандидат. Я думаю, если мы рабочим говорили, ходили, пускай, по заводам, идите на выборы и голосуйте за такого-то кандидата, я думаю, оказали бы рабочую классу нашему делу медвежью услугу. Хотя я мягко говорю, введите в заблуждение. Ну, во-первых, понятно, что неужели опять среди нас есть, наверное, люди, которые думают, что можно там пять или шесть лет пролежать на диване, потом в один день какой-то встать, куда-то сходить, где-то поставить крестики, где-то нолики, вернуться, лечь на диван, и все будет хорошо. Я вот этот вопрос, думаю, надо ставить по-другому. Вообще, вот эти буржуазные выборы, участие них, они отменяют главную задачу, которую мы должны преследовать и выполнять. А это помогает рабочим классу организовываться, я здесь не буду повторять. Более того, вот, как я вижу, участие в выборах, неважно каких, президентских там или парламентских, понятно, что эти самые буржуазные выборы, они поднимают активность массы. Значит, наша задача воспользоваться этим подъемом и также мобилизоваться и, ну, максимальные силы проложить. Потому что, скажем, сбор подписей, участие там на всяких процедурах, это же колоссальные силы, вот, фронт, антал. Ну, не по-пустую. Они играют, льют воду на мельницу этого буржуазия, который здесь говорит, вот, видите, у нас здесь свобода, демократия и прочее, прочее. Может поступить по-другому для реализации главной задачи. Опять-таки, помни о том, что политическая активность в широких слоях масс поднимается. Может нам больше газет издавать? В этих газетах больше и лучше статей писать. Больше распространять их у большего количества заводов и прочее, прочее, прочее. Вот я здесь посидел, послушался, дискуссию, споры, посчитал. Ну, тираж вот «Народной правды» – 1025. На скольких заводах в Санкт-Петербурге, в Ленинграде распространяется? Так, приблизительно. Ну, наверное, два десятка. Два десятка. Замечательная газета «Родовая Россия». Какой тираж? Толи тысяч двадцать пять. В городе Ленинграде на скольких газетах, на скольких заводах распространяется? Ну, наверное, два-три десятка. Систематически. Сколько получается на двоих? Пятьдесят тысяч? Это по России пятьдесят тысяч, да? На пятидесяти заводах. Довожу ваше сведение, что в городе Ленинграде, это несмотря на то, что буржуази там всячески за последние десятилетия пытались уничтожить промышленность, еще остались крупных, только крупных заводов семьсот. Крупных – это сколько? Вот пятисот человек и выше. Семсот. А мы на пятидесяти распространяем. Вот и приплыли, что называется. Так может, вот по этому пути идти? Да, идут. Буржуази проводят там свои выборы, играют по своим правилам в свою игру. Воспользуемся этим, поскольку политическая активность масс поднимается. И, может быть, сделаем так, мобилизуемся и все силы отправим на сбор подписей и прочее, прочее, прочее. А на то, чтобы больше сдавать газет и на большее количество заводов прийти, чтобы остались большие контакты, встретиться с большим количеством рабочих, союзных деятелей и так далее. Спасибо за внимание.